Благоверный князь Дмитрий Донской родился в 1350 году. Когда мальчику было 9, его отец, князь Иоанн Красный, скончался. Воспитанием юного Дмитрия руководил святитель Алексий, митрополит московский. Особые отношения связывали великого князя с преподобным Сергеем Радонежским. Он стал крестным отцом двух детей Дмитрия Донского. Христианское благочестие князя сочеталось с его талантом выдающегося государственного деятеля. Его задачами стали объединение разрозненных русских земель и защита Руси от нападения Литвы и Золотой Орды. В 1380 году русское войско сразилось с полчищами Мамая. Своё благословение воинам и князю накануне дал преподобный Сергий Радонежский. Великий князь наравне с простыми воинами бился в жестокой сече. После победы князь Дмитрий впервые совершил всенародное поминовение убиенных воинов и повелел делать это и впредь. Так была установлена Дмитриевская родительская суббота. По инициативе великого князя было построено множество московских и подмосковных храмов и монастырей. Среди самых известных Николоугрешский монастырь, церковь всех святых на кулишках. Скончался Дмитрий Донской в 1389 году. Он был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Дмитрий Донской канонизирован как благоверный князь. К этому лику святых причисляются православные правители, сумевшие в своем государственном служении и в различных политических коллизиях остаться верными Христу. Благоверный князь – это в первую очередь правитель, руководствовавшийся в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в том числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью. Мы просим сегодня благоверного князя Дмитрия Донского. Моли Бога о нас!